Разберем 7 самых частых топовых мифов о дропшиппинге на ebay. Что такое торговля по дропшиппингу? Это система, когда мы берем товар у нашего поставщика, выставляем его дороже на какой-либо площадке. Например, у поставщика товар стоит 3 доллара, мы выставляем товар в продажу за 6 долларов. Тем самым зарабатываем на разнице. Покупатель, приходя к нам через площадку, покупает, оплачивает и мы передаем данные нашему поставщику. То есть имя, фамилия, адрес нашего покупателя мы передаем поставщику, либо если это какой-то сайт, то мы делаем заказ на этом сайте. Соответственно, вписываем данные нашего покупателя, поставщик отправляет товар, посылку, заказ нашему покупателю и все в профите, все довольны. Что такое ebay? Это американский маркетплейс, на котором можно выставлять свои товары. То есть я регистрируюсь как обычный продавец, могу поставить там свои продукты, свои товары для продажи. У меня может быть свое производство, либо я могу брать товары у своего поставщика. Самая известная площадка это американский ebay, но также можно выставлять товары на продажу и на европейском ebay. Если ты будешь смотреть это видео внимательно до конца, тогда ты сможешь получить от меня бесплатный чек-лист по правильной регистрации аккаунта на ebay, для того, чтобы максимально безопасно пройти ее и начать торговать. Достаточно просто смотреть дальше и не переключаться. Миф номер один. Покупатели не будут покупать, потому что они не хотят долго ждать посылку, свой заказ из Китая из-за долгой доставки. И многие так думают. Но на самом-то деле это не так, потому что нужно использовать поставщиков, которые находятся внутри Америки, в США. Для этого существуют ритейл-магазины, в которых можно поштучно брать товар и сразу покупать или отправлять его. Для этого есть базы поставщиков по дропшиппингу или оптовые поставщики, которые тоже готовы работать по модели дропшиппинга. И мы стараемся не использовать поставщиков из Китая, потому что продавцы, которые используют Shopify, они используют данные модели торговли, используя, например, Алиэкспресс для закупки товара. И тем самым мы не можем с ними конкурировать. Shopify это площадка, с помощью которой можно создать себе интернет-магазин очень быстро, очень просто и сразу выставить на него огромное количество товаров, особенно с Алиэкспресс. То есть главная задача использовать тех поставщиков, которые уже находятся в США, и тем самым мы гораздо значительно ускоряем скорость доставки и покупатели идут к нам. Миф номер два. Мы не можем уследить за стоимостью товара закупки у поставщика, и тем самым, если покупатель пришел к нам и купил за 10 долларов, а у поставщика цена поднялась с трех до восьми, то мы выходим в минус изо всех взятых вместе комиссий. К примеру, если мы выставили товар за 10 долларов месяц назад, и у поставщика закупка была 3 доллара, а сейчас клиент пришел, оформил заказ, а стоимость у поставщика поднялась, и она уже составляет 8 долларов. И, конечно же, чтобы избежать данной ситуации, мы используем программы, которые обеспечивают нам полную автоматизацию данного процесса, который позволяет отслеживать цены у поставщика, и в случае, если поставщик меняет цену, ставит ее выше, то у нас это все автоматически меняется и на ebay. Но перед тем, как перейдем дальше, нажми кнопку под этим видео «Подписаться», для того, чтобы получать еще больше полезной и интересной информации о данной стратегии торговли. Миф номер три. Дропшиппинг мертв, и слишком много продавцов уже занимаются данной тематикой. Ниша, тематика занята. Уже нет смысла туда заходить, уже поздно. Но задам тебе один вопрос. Делаешь ли ты покупки через онлайн, через интернет? За прошлый год через интернет, через онлайн покупки было куплено товаров на сумму более 1 триллиард долларов. В 2019 году это было примерно 600 миллиардов долларов. И по прогнозам, к 2040 году будет порядка 95%. То есть практически все транзакции, все покупки будут происходить онлайн. Эта цифра растет с каждым годом. Это говорит о том, что оффлайн магазины будут получать все меньше, а онлайн магазины, наоборот, получают все больше и больше оборотов. Миф номер четыре. Инвойсы или чеки. Покупатель, получая свою посылку, видит реальную стоимость закупки товара у поставщика. К примеру, как это может произойти? Я выставил товар на ebay. Приходит заказ. Я оформляю заказ на Walmart, либо на Home Depot, либо на любом другом сайте, сервисе у поставщика своего. Поставщик кладет в коробку заказ и также добавляю туда чек, либо инвойс, где написано цена товара. Отправляют посылку клиенту. Клиент открывает посылку и видит, что цена товара гораздо ниже, чем он покупал ее на ebay. И как правило, в наших странах люди думают, блядь, сука, опять наебалка. Но на моем личном опыте, продав тысячи товаров на Amazon, на ebay по методу дропшиппинга, очень мало покупателей жалуются. Во-первых, для них это другие деньги. Во-вторых, они получают посылку, и они радуются, что они получили ее, и они хотят побыстрее ее открыть. Им все равно, что там будет за чек, что там за бумажки, они открывают посылку, начинают использовать тот товар, который они заказали. Если взять мышление русского человека, то у него заранее мышление, что кто-то где-то должен наебать. Доверяй, но проверяй. Но американцы в мышлении наоборот. Они изначально думают, что все по-честному. Что тот товар, который вы прислали, он реально столько стоит. Что не нужно нигде больше искать, потому что он уже нашел хороший продукт, хорошего продавца, и все будет гарантированно сделано, либо он получит свою посылку, либо он получит обратно свои деньги. Они не заморачиваются по этому поводу, они не думают о том, что их пытаются обмануть. Но в случае, если покупателю приходит коробка, например, с Walmart, и там есть этикетки, или Amazon, или с другого сайта, и они понимают, что продавец торгует на eBay, ему нужна коробка, чтобы отправить ту посылку. Где он может взять ту коробку? Он может купить ее на Walmart, и она будет брендированная. Либо он может купить на Таргете, либо он мог покупать себе когда-то товары, и потом нужный заказ положить в эту коробку, потому что он когда-то покупал себе товары, к примеру, на Амазоне. Walmart не кладет инвойсы в коробку. Home Depot, они указывают только наименование товара, и кладут этот листок в коробку. Поставщики, которые работают по модели дропшиппинга, они не будут указывать закупочную стоимость. Миф номер пять. Пептарт запуск дропшиппинга на eBay будет дорогим. Давай подсчитаем. Первый аккаунт. Регистрация будет бесплатная. Второе. Платежная система PayPal аккаунт. Он тоже будет бесплатный. Все, вперед, 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 вперед! По поводу PayPal аккаунта. Для тех, кто не может себе сделать PayPal аккаунт, например, если в Белоруссии, либо в Украине вы находитесь, тогда как вариант купить платный аккаунт, либо использовать сервисы для перевода, например, WesternBit, либо же, приятная новость от платежной системы Payoneer, которая в ближайшее время уже будет принимать платежи через eBay. Третье. Нам потребуется программа, которая называется DS Auto. С ее помощью можно будет автоматизировать свои процессы. И также она стоит 8 долларов в месяц. Самая минимальная версия, которая, в принципе, может подойти для старта. Но если работать с оптовиками, с WallSale поставщиками, необходимо будет регистрация своей компании в США. Либо работать через кого-то, хотя это не всегда хороший вариант. Регистрация фирмы в США, она будет стоить, естественно, денег, плюс обслуживание компании в США. И в таком случае, если пытаться пройти регистрацию самостоятельно, насколько я знаю, это стоит примерно от 300 долларов, но в таком случае нужно будет полностью самостоятельно над этим вопросом заморочиться, самостоятельно подать документы на регистрацию. Если делать через кого-то, это стоит около 1000 долларов. Хотя на самом старте я не рекомендую сразу лезть в компанию, в фирму, в ее регистрацию, а попробовать с простых базовых стратегий, где можно просто купить товар и перепродать его. Шестой миф. Возвраты. Как мне работать с возвратами? Ведь возвраты это просто будет головная боль. Я буду их получать и терять на этом деньги? Мне нужно будет где-то хранить их? Нужен будет какой-то свой склад? На самом-то деле нет. Конечно, можно будет какой-то возврат принять к себе, если будет желание воспользоваться продуктом лично. Но в большинстве случаев практически в 100%. Вот как это будет происходить. Покупатель приходит на ebay, оформляет возврат. Я его подтверждаю и иду к своему поставщику, который я делал заказ. У поставщика я оформляю так же само возврат и он мне предоставляет шиппинг лейбл, который мне необходимо просто передать покупателю. Покупатель отправляет посылку, тот заказ, который у него был, который хочет вернуть, он его отправляет, поставщик принимает, делает мне возврат денег, а я иду на ebay и делаю возврат денег покупателю. Вот и весь процесс возврата. Товар хранить не придется нигде. Весь процесс выполнит поставщик. Перед тем, как перейти к последнему завершающему мифу, обещанный чек-лист. Потом, что нужно сделать на ebay, для того, чтобы увеличить шансы успешной регистрации. Для этого нужно сделать всего лишь один шаг. Переходи ниже к комментарии под этим видео и напиши, понравилось тебе это видео или нет. Может быть, ты что-то выделишь для себя или ты с чем-то не согласен. Пиши комментарий, я жду. Второе. Чуть выше, над комментариями, есть описание видео. В описании видео будет ссылка на скачивание данного чек-листа. Переходим к последнему мифу. Миф номер 7. Дропшиппинг на ebay запрещен. Твой аккаунт на ebay будет заблокирован за дропшиппинг. Если внимательно прочитать правила, то там будет написано, скриншот сейчас предоставляю, то дропшиппинг на ebay разрешен, если мы используем оптового поставщика, волсейл поставщика. Но что насчет обычных магазинов? Если у меня нет оптового поставщика, можно ли мне тогда торговать по дропшиппингу? И тут нужно придерживаться ряда правил. Если с аккаунтом все в порядке, нормальные метрики, то есть мы вовремя отправляем товар, мы вставляем трек номера на эти посылки, товар вовремя приезжает покупателям, минимальное количество жалоб, минимальное количество проблем, не нарушаем правила, тогда можно спокойно торговать. Потому что это работает у меня, это работает у моих знакомых, которые работают по данной стратегии. И если ebay замечает, что магазин занимается дропшиппингом, он его не блокирует, он занижает его результаты поиска. К примеру, у меня будет 20 товаров, я их выставил и ebay заметил, что я занимаюсь дропшиппингом. Тогда он будет занижать мои товары в поиске, и в случае, если какой-то покупатель, он заходит и ищет себе рюкзаки, тогда чужой рюкзак будет показывать немного выше, чем мой. Но если другие магазины тоже занимаются дропшиппингом, тогда у нас ровная стратегия, никто не получает никаких преимуществ, все будут одинаково занижены в поиске, а значит, никого не занизит. Как может занизить в поиске двоих продавцов, если они оба занимаются дропшиппингом? Это разве что будет какой-то продавец, которого в дропшиппинге не было замечено. Жми кнопку подписаться, чтобы получать еще больше интересной, полезной информации про дропшиппинг. Субтитры создавал DimaTorzok